Аллилуйя 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 Кто помнит в прошлом воскресенье в 16-й книге «Деяния апостолов» когда в Филиппах в доме корнилия было крещение где-то крестили в 1-е что уверовали и возрадовались вот это то, что является также одним из важных аргументов что те, которые заключают завет с Господом, должны уверовать и по вере их, они должны быть крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа это согласуется с тем, что пишет Матфей в своем Евангелии в 28-й главе в 18-м и 19-м стихе здесь написано так «Итак, идите научите все народы крестя их во имя Отца Сына и Святого Духа учаясь соблюдать все, что я поверил вам и все с вами во все дни до скончания века аминь» здесь мы видим конкретное поручение нашего Господа Иисуса Христа который дал своим ученикам «Идите, научите и крестите» это означает следующее тот человек, который заключает завет с Господом он должен делать это осознанно потому что это завет или договор, говоря современным языком он должен понимать что он делает и что это означает а это означает следующее когда человек погрушается в воду это является образом смерти смерти грешной старой природы и когда поднимается с воды это воскресенье к новой жизни во Христе Иисусе поэтому по сути своей водное крещение символизирует смерть и воскресенье это также завет с Господом который вступает в верующие потому что в водном крещении верующие отвечают на три важные вопросы веришь ли ты в то, что Иисус Христос Сын Божий веришь ли ты в то, что Он умер за твои грехи во средство и оправдания и обещаешь ли служить ему чистой совести на основании вашей веры вашего исповедания я крещу вас в воде во имя Отца Сына и Святого Духа то есть вот это те важные требования которые мы должны исполнить после того, когда христианин заключает завет с Господом посредством блогного крещения он присоединяется к поместной церкви где он заключил завет Деялих апостолов где пятидесятницы когда были крещены первые верующие они были присоединены к поместной церкви и после этого они как часть тела Господа Иисуса Христа участвуют в вечере Господней то есть вечеря Господня это служение причастия или хлебопреломления которые допускаются только у верующих и крещеные во имя Отца Сына и Духа Святого поэтому после рождения вы становитесь членами церкви вы участвуете в вечере Господней вы становитесь частью тела Господа Иисуса Христа вы прошли определенные занятия определенный курс для того чтобы соблюсти то что написано научите и крестите то есть нам необходимо чтобы ваше крещение было зрячим было осознанным и чтобы вы понимали то что вы делаете конечно я понимаю в нашей культуре иногда возникают у людей вопросы в отношении крещения в детстве крещение в детстве в иудейской культуре в культуре церкви скажем так ветхого завета существовало в плане благословения детей приносили в храм и благословляли родителей и посвящали Господу то есть мы используем точно такую же практику когда у верующих рождаются дети они приносят в церковь мы их благословляем и вместе с родителями посвящаем их Господу но их водное крещение это вопрос связанный с их личной верой Господа Иисуса Христа тогда когда они вырастут они принимают решение следовать им за Иисусом быть ли им христианином или нет и на основании их веры они либо крестятся либо они не крестятся это библейский принцип который соблюдался изначально потом начали крестить детей но мы не находим в Библии нет нового подтверждения чтобы иметь такую практику поэтому мы следуем тому что написано благословляем детей и крестим тех которые исповедуют уверовали и исповедуют веру Господа Иисуса Христа они могут заключаться за весь Господом хорошо сейчас мы перейдем в ту часть само крещение вы не должны бояться вам нужно будет присесть и встать хорошо поэтому в этом нет ничего страшного я понимаю что те которые не умеют плавать они воды боятся всегда те которые умеют плавать они не страшны благослови хлеб это место святи его благослови Бесподь эту воду благослови Бесподь хрещение то есть эти которые Они войдут сюда и воистину переживут вы благодать любовное благословение благословить Тебе дадутся слава Аминь пожалуйста итак девочки Да. Аминь. Спасибо. 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 Весы Тихо, что Иисусе, услышите Божьим? Да. Весы Тихо, что он умер за Твои великие воскресные плотания? Да. Весы Тихо служить чистой свадьбе. Да. В вере Твоей пришлю Тебе в воде во именца, Север Сухого Духа. Аминь. 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 Поздравляю. Весы Тихо, что Иисусе Тихо, что Иисусе Тихо, что Иисусе Тихо, великие 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 в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 И веселье, и веселье этот миг сотворил Господь, на радость нам и веселье этот миг, этот миг сотворил Господь. Поздравляем! Этот день сотворил Господь! Аллилуйя! Мы будем радоваться в этот день, потому что Он царь царей и Бог богов! Аллилуйя! 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 Этот день сотворил Господь! Радуйся и веселись пред Ним! Этот день сотворил Господь! Радуйся и веселись пред Ним!